Сегодняшний доклад мы подготовили вместе с Алексеем. Он будет разделен на две части. Одна часть это будет немножечко теоретическая, а вторая часть более практическая. Ее покажет Алексей чуть попозже. Начнем, собственно, с определения. Кто такой вообще этичный хакер? Пентестер с английского penetration testing, тестирование на проникновение по оборудованию. Или же этичный хакер. Этичный хакер моделирует взломы систем безопасности, проводит тесты на уязвимости и придумывает новые способы проверки. Он может почувствовать себя героем сериала «Мистер Робот». который в одиночку предстоит системе, только все его действия будут легальны. Отличие от обычных хакеров, он находит баги по запросу бизнеса и официально получает за это деньги. Собственно, когда появились этичные хакеры? Первым примером легального взлома считается проверка операционной системы Multics в ВВС США в 1974 году. В частных сетях заниматься информационной безопасностью с помощью взломов начали в 90-е, после выпуска первого сканера уязвимости Сатан. При его разработке следователь Дэн Фармер вручную взломал сеть. Вообще, в принципе, какие бывают типы хакеров? Этичных хакеров называют также whiteheads, белые шляпы, противопоставляя их с киберпреступниками blackheads. Это название появилось из вестернов, где хорошие герои носили белые шляпы, а плохие, соответственно, черные. Также есть еще greyheads. Это серые хакеры, которые проводят взломы как черные, но имеют намерение белых. Они проникают в систему без ведома владельца, чтобы найти уязвимости. Но у них нет намерения навредить, они сообщают владельцам о найденных уязвимости. Есть и классификация с другими цветами. То есть в американской военной среде появилось разделение этичных хакеров при пентесте на redheads и blueheads. Красные хакеры – атакующая команда, а синие – их противники, защитники систем. Такой подход позволяет выявить все возможные уязвимости и обучить команду защитников по борьбе с атаками. Может ли черный хакер стать белым? Иногда в профессию этичных хакеров выпадают бывшие blackheads. Они изучают профессию на реальных незаконных атаках, а потом устраиваются на работу в компании. По QR-коду на экране можно перейти, ознакомиться с интервью с Паулой Янушкевич, ведущим мировым специалистом по тестам на проникновение. Ты фишинговый сайт? Нет, надеюсь. Я вроде проверял там, все было нормально, но посмотрим. Этичные хакеры не имеют проблем с законом, а их гонорары могут быть не меньше, чем у крупных мошенников. Так, в 2020 году специалист по информационной безопасности из Румынии заработал на платформе HackerOne около 2 миллионов долларов. При этом вполне законно. Соответственно, появляется такой вопрос, могут ли посадить этичного хакера. Если этичный хакер работает по договору с компанией или биржей HackerOne, его действия легальны. Но вот greyheads находятся в сервизоне, они нелегально взламывают системы, чтобы показать их владельцам уязвимости. Взломная компания имеет законное право подать в суд, но сейчас чаще всего их, наоборот, вознаграждают в программе Bug Bounty. Например, Лаксмана Матияха из Индии наградили 35 тысяч долларов за то, что он нашел уязвимость в восстановлении паролей в Инстаграм. Как раз по QR-коду можно перейти и ознакомиться с проблемой, которую он смог обнаружить. Немножечко интерактива. Сейчас я буду показывать ситуацию, и нужно будет угадать, понять, вспомнить, возможно, это реально ли хакерская атака или сцена из какого-то фильма. Группа хакеров получила исходные годы нескольких игр известной компании, дала создателям игр на 48 часов на раздумье и потребовала выкуп, а потом продавая их с аукциона. Это правда. Это недавно было. Правда? Да. Киберпанк. Нет, это Sony, по-моему. Нет, это CD Projekt. CD Projekt? Не ошибаюсь. Эти по «Ведьмакам». По «Т» или все там они у них. Да, все верно. На самом деле, это ситуация CD Projekt, известная по серии игр как раз-таки «Киберпанк» и «Ведьмак». Они были атакованы злоумышленниками, и потом исходники игр были проданы. Так что правильно. У них из-за этого возникли проблемы с дальнейшими релизами и какими-то обновлениями. Продолжим. Следующая ситуация. После теракта на одном из европейских вокзалов хакер разломал все городские камеры наблюдения и вычислил исполнителей. Ну, похоже на фильм. Звучит как кино. Ну, на самом деле, да. Это фильм «Чужим глазам» 2012 года. Я его пока не смотрел. Там вроде оценочка неплохая. Надо посмотреть, наверное. Если вдруг будет нормально, посоветую. Так скажем. Главный киновечер в компании. Следующая ситуация. Хакер получил доступ к аккаунтам соцсети и владельцам сети кафе, узнав, что тот занимается распространением фильмов для взрослых. Издал его восьмой. Мистер Робот. Да, все верно. Это сериал Мистер Робот. Первая серия, первый сезон. Тоже, кстати, советую к просмотру. Довольно интересно. Следующее. Злоумышленники атаковали энергетические компании, поставив под угрозу безопасность атомных электростанций. Да, 50 на 50. Это было такое. Это было такое. Это в США. Иран, по-моему. На самом деле, несколько таких подобных ситуаций было. То есть я у себя выписал ситуацию в Иране. Но тогда, то есть это было по миру несколько таких ситуаций. К счастью, не пришедших... Не привели. Да, именно. Каким-то плачевным последствиям. Но такое было. Так, следующее. Хакер подключился к системе водоочистной станции и увеличил уровень щелочек в городском водопроводе. Ну, такое возможно в целом. А, столько. Мне кажется, кино. Мне тоже кажется, кино какой-нибудь. Было. Было. Но там с другими ядовитами, я думаю, считаю, не только щелочек. На самом деле, это хакерская атака. Неизвестный изломал компьютерную систему водоочистной станции американского города Олдсмар и ненадолго увеличил количество гидроксида натрия со 100 частей на миллион. Да, 11100 частей на миллион. А зачем? Не знаю его мотивацию, на самом деле. Закончилось это, в принципе, хорошо. Это вовремя заметили. Удаленный доступ был к настройкам. И никто даже не заметил взлома в первый момент. То есть, типа, ну, кто-то опять подключился. Следующая ситуация. Однажды двое хакеров одновременно взломали сеть небольшого телеканала. Один из них поменял трансляцию передачи на эпизод фантастического сериала, а второй отключил его от сети. Я думаю, что фильм. Кино. Кино. Да, на самом деле это кино. Хакеры 95-го года. Там можно увидеть молодую Анжелину Джелли, кстати. Следующий. Бывший работник органов нанял опытного хакера, чтобы украсть 6 миллиардов долларов из нелегальных правительственных фондов США. Тоже похоже на фильм. Но... Это тоже звучит как кино. Да, это фильм «Рыба-меч» 2001 года. Некий хакер получил контроль над всеми телефонными линиями радиостанции, разыгрывающей новенький «Поршень», чтобы в нужный момент сбросить все поступающие звонки, кроме своего. Могла бы быть реальность. Такая ситуация. Это звучит как фильм. Не, я думаю, что ты... Я, кажется, кто-то так попытался сделать. Так, правильный ответ – это сцена фильма «Кто я?», вдохновленная реальной хакерской атакой. Хакера звали Кевин Полсон. В нужный момент он заблокировал все входящие звонки, кроме своего, и стал счастливым обладателем «Порши». Его вычислили и посадили в тюрьму на 5 лет. Собственно, чем занимается Клинтестер? Он моделирует попытки взлома, выявляя уязвимые места, указывает на брешу безопасности разработчикам и объясняет, как их могут использовать злоумышленники. Также изобретает свои какие-то способы тестирования на атаке. Что нужно знать? Нужно знать основы администрирования операционных систем Linux и Windows для проведения аудита безопасности, фильтрации трафика и других способов защиты от атак на сетевой сервис. Софт для аудита и моделирования взлома систем безопасности, например, SQLMap, Nmap, Desploit, BarbSuite и так далее. На самом деле очень много. Чуть попозже мы про софт поговорим. Один или несколько основных языков программирования, например, Python, Ruby или JavaScript. Минимум на базовом уровне, чтобы извлекать данные из веб-страниц. HTML, верстка, база данных, основные сетевые протоколы, исследование сетевого трафика и обнаружение вторжения и утечек данных. Собственно, что включает в себя тест на проникновение в систему? Стадия разведки, сбор информации о компьютерной системе или аккаунте из открытых источников, получение прав администратора и вход в систему, атака с целью найти уязвимости и отсчет устранения недостатков и антикризисных планов. Я думаю, не стоит задерживаться на видах атак, потому что это довольно тоже долго. Мы быстро читаем. Так, я думаю, можно перейти дальше. Собственно, методы взлома, методологии точнее. Сбор информации, сканирование системы, получение доступа, закрепление в системе и скрытие следов пребывания. Начнем с разведки, со сбора информации. Есть несколько инструментов для как раз-таки сбора информации перед атакой. И один из важных инструментов – это, конечно, Google. По QR-коду можно перейти на статью, в которой будут указаны описания нескольких специальных команд и наборов символов, которые помогают в выборке нужных ссылок при поиске. Также есть один из инструментов – это веб-архивы. То есть, например, сейчас можно увидеть скриншот, как выглядел сайт MadBrainz 24 мая 2019 года. И можно также использовать этот инструмент, планировать в дальнейшем атаку. Есть еще один очень мощный инструмент – это FOCA. мощный инструмент для извлечения и анализа метаданных. Собственно, как его можно использовать? Мы закидываем просто URL-ку нужного нам сайта, он анализирует файлы, выкачивает их, затем мы нажимаем одну кнопочку «анализировать», и нам выдается просто список пользователей, какие-то имейлы. Насчет паролей я не уверен, что он так легко найдет какие-то пароли. Но в целом эти метаданные можно использовать при атаке на сайт. Например, мы получим имейлы пользователей сайта и отправим им письмо. Это нельзя назвать нарушением закона, эти действия. В принципе, здесь ничего такого нет до данного шага. А вот далее мы поговорим про Kali Linux и NetHunter. Собственно, система Kali Linux была разработана в 2013 году по примеру операционной системы Backtrack, используемой в качестве инструмента тестирования информационной безопасности. Иногда в обзорах Kali Linux называют хакерской платформой. На это наталкивают набор программ, которые инсталируются вместе с операционной системой. Только у разработчиков была другая задумка. Инструментарий подбирался из расчета возможности первым обнаружить слабые места IT-инфраструктуры и принять меры по устранению выявленных дыр. Что такое NetHunter? NetHunter — это набор программ утилит из Kali с возможностью запуска на Android. В целом практически тот же Kali Linux, но имеет еще несколько вспомогательных приложений, которые позволяют упростить взаимодействие с различными инструментами безопасности и атаками. Есть, например, дополнительные возможности, такие как Keyboard Attacks, атаки BadUSB. То есть мы превращаем свой смартфон в настоящее, в оружие. Одна из интересных возможностей Kali Linux — это Undercover Mode. Он представляет собой скрипт, после запуска которого интерфейс операционной системы становится похожим на Windows 10. Он подходит для случаев, когда нужно воспользоваться системой в публичном месте или скрыть факт наблюдения за специалистами сторонней службы техподдержки. Инструменты, основные инструменты, которые есть в Kali Linux. Сейчас то, что буду рассказывать, их использование, этих инструментов, должно быть только с целью саморазвития и ни в коем случае не каких-то корыстных. BarbSuite — популярная платформа для тестирования безопасности веб-приложении, которая доступна на Kali Linux из коробки. По сути, это набор взаимосвязанных компонентов, которые обеспечивают полноценный аудит безопасности. В целом, на самом деле, на Kali Linux очень много предустановленных приложений каких-то, и их очень легко дополнительно туда ставить. Они постоянно обновляются. Свободная операционная система, которая свободно распространяется, можно скачать и установить удобным способом. Например, можно поставить ее на флешку, как бы через флешку подключать. ОСБЗАП — кроссплатформенный инструмент с открытым исходным кодом, который поддерживается безопасниками со всего мира и имеет много общего с BarbSuite. Позволяет автоматически находить уязвимости и безопасность его приложений в процессе разработки и тестирования. Метасплойт — это популярная открытая платформа для создания и отладки эксплойтов под различные операционные системы. Включает в себя огромную базу обкодов и позволяет скрывать атаки от IDS и IPS-систем. Благодаря этому тестирование на уязвимости максимально приближено к реальным сценариям. Следующие программы John the Ripper, Hydra и Rainbow Crack — это в целом брутфорсеры. Именно брутфорсеры помогают получить несанкционированный доступ к аккаунтам, сайтам, компьютерным системам, методам перебора комбинаций из различных символов. В целом можно сказать, что брутфорс устарел, но такой вид взлома актуален до сих пор, и количество брутфорс-атак лишь возросло с переходом всего мира на удаленный режим работы. Дальше перейдем к программам Nmap, Zmap и MassScan. Я не буду расписывать каждую программу. Это, в принципе, сканеры сетей. Они предназначены для сканирования локальных и внешних сетей с целью составления их карт и поиска возможных уязвимостей. И последняя группа — анализаторы трафика. Это Wireshark, Mithem Proxy. Анализаторы трафика — TCP Dump. Это программа, которая позволяет перехватывать свой или чужой трафик с целью дальнейшего анализа. Анализаторы трафика, также известные как сниферы, которые, как я когда-то читал доклад, используются для диагностики сети и перехвата паролей. Так, далее я хочу передать слово Алексею, который покажет некоторые возможности. Ну, мы решили показать, как, собственно, это все выглядит. Мы решили показать просто, как можно писать простейший кейлогер, потому что в реальности все вот эти сниферы трафика, все вот эти погони за каким-то уязвимостями системы — это все круто. Допустим, самый показательный и один из самых таких обидных способов что-то потерять в бизнесе — это потерять его каким-то проникновением через что-то. Вот вначале я рассказал про реальный случай, который случился с компанией CD Projekt Red, когда они потеряли свои исходники своих игр. То есть не просто они потеряли какую-то информацию, они потеряли именно нескомпилированные куски кода, то есть буквально исходный код. Они потеряли всех своих продуктов, не собранный ничем. Потеряли они его простым, собственно, как выяснилось методом. И просто кто-то проник к ним через баг-репорты. Отправил им, грубо говоря, в баг-репорте какой-то там условный скрипт, который все у них вытянул. Ну, не скрипт, а, скорее всего, это был Keylogger. Поэтому мы решили показать, собственно, как выглядит Kali Linux. Ну, это дефолтная Linux-овая сборка. В ней уже стоят все необходимые библиотеки и весь необходимый софт. То есть ее с помощью можно взломать Wi-Fi несколькими способами. Нам в данном контексте это неинтересно. Я просто покажу одну интересную штуку, которая здесь работает. Она называется Saint. Saint – это простой Keylogger, который достаточно просто собирается. То есть нам нужно несколько библиотек, я все это уже подготовил. Мы сейчас просто сгенерируем новый билд. Посмотрим, как это выглядит. Вот такая страшная картинка. Ну, введем условный имейл. Нам это не принципиально в данном контексте. Пароль тоже нам не принципиален. Приложение просит нас скриншот, просит сохранять ли вебкам, оставаться ли в онлайне, сохранять ли дату на компьютере. Нам нужно выбрать количество символов, после которого сработает скрипт. Для чего это нужно? Скрипт не может отправлять нам все подряд, но нам все подряд не нужно. Правильно? Тут все просто, на самом деле. Нам нужно просто получать какой-то массив чего-то. Ну, допустим, после 100 введенных символов он будет нам отдавать что-то. Окей, yes. Ну, тут идет и его магия. Он собирает билды, и все это работает на Яве. Само собой, на этой вот Яве, на восьмой. Поэтому для того, чтобы этот скрипт сработал, нам нужно, чтобы на компьютере жертвы, тому, кому пытаемся постучаться, заинжектиться, у нас была установлена Ява. Создать ли экзешник? Да, создать. Все. Теперь у нас появился билд. Вот он, таргет. Появился билд с экзешником. Собственно, если условная жертва запустит этот экзешник, либо этот экзешник будет как-то заинжектен в код какого-то сетап-файла, естественно, Keylogger начнет работать, и об этом даже не узнает Windows Defender. Сейчас посмотрим, как это выглядит в реальности, то есть на бытовом примере. Вот у нас есть классический десятый Windows. Вот мы представим, что обычный пользователь идет и скачивает по своей глупости WinRAR или какой-то другой софт. Ну, набирает он вот такой дефолтный запрос, то есть мы симулируем тут 99% таких запросов, и набирает какой-то не самый первый сайт. Допустим, вот им понравился второй, вот открывается, соответственно, страница. Любой человек, он поймет, что это какая-то чепуха. Ну, тут предлагается скачать какой-то установщик, само собой. Ну вот, я собрал сетап-файл до WinRAR, в котором скрипт уже заинжачен. Давайте посмотрим, что у нас случится. Само собой, Windows – это bulletproof. Ну, сейчас уже все достаточно bulletproof сделано. То есть мы очень редко можем попасться, если мы слушаем систему, мы очень редко можем попасться на такие штуки, но если человек относится, ну, так, либо не совсем понимает, либо наплевательски относится, он, естественно, попадется на такую штуку. Я думаю, такие вещи, они достаточно, ну, такие типы зоны достаточно распространены. Вот, мы скачали, установили. Вот он у нас там что-то запустил. Давайте теперь займемся своими бытовыми вопросами. Введем какой-нибудь запрос в Google. Вот, начальное видео про зон. Вот, мы так сейчас походим по сайту, понабираем какие-то запросы. Ну, в общем, так, попробуем где-нибудь зарегистрироваться даже. Нам это не принципиально важно в данном контексте. Ну, я думаю, мы пересекли порог. В общем, в этом скрипте мы установили порог 50 символов. Давайте посмотрим, как он выглядит в реальности. То есть что, собственно, мы добились. А добились мы вот какого результата. Нам на заранее подготовленную почту, которую я специально подготовил, приходит вот следующая информация после установки. вот в таком вот виде. Скрипт делает скриншот после ввода 50 символов, то есть текущей страницы, и отправляет нам вот в этом тексте файле все, что мы ввели, то есть все символы. То есть, ну, видно, что он как-то плохо работает с языком, но нам это не важно, на самом деле. Ну, таким образом, собственно, люди обычно и теряют свои какие-то аккаунты. В чем вообще подвох вот этой штуки? Как на нее не попасться? Ну, для обычного юзера достаточно просто. Нужно просто доверять своему браузеру и своему Defender. Windows Defender эту штуку не видит, он, кстати, ее не блочит. То есть он тут включен, и почему-то он в нее не реагирует. Вот, кстати, она не скомпелирована. Лежит. Достаточно просто доверять своему браузеру, когда вы что-то скачиваете. Если он не видит подписи, он вам обязательно срубнется на то, что, к сожалению, это какой-то недоверенный источник. Да, действительно, этой информации лучше доверять. Второе. Ну, просто не устанавливать яву, если нет такой необходимости. Потому что этот скрипт без явы не сработает. И вообще никаким образом. Он запустится, он будет висеть где-то в системе, но он ничего нам не даст. А в диспетчере задачи он сейчас там висит еще? Он выполнился и выключился, что ли? Он висит в службах. То есть в диспетчере задачи мы странных вещей не увидим. Он висит где-то в службах. Самое интересное, что он еще попадает в автозагрузку. Да, да. То есть ты можешь указать, нужны те автозагрузки или нет. Это такая, на самом деле, штука. Это оружие, извините за такую тему, массовое поражение. Она обычно, если что, при... Леш, открой автозагрузку, пожалуйста, еще раз. Да, сейчас покажи. Она работает именно по... Вон же, WinZip, Preloader, это не оно? Нет, это не оно. Это WinZip я устанавливаю. Это нормальный, да? Да, это нормальный. Это я распаковывал билд. То есть мы тут даже ничего толку не... Мы где-то в службу, короче говоря. У тебя же Java нужна только, чтобы жарник запустить. У тебя там экзешник со всеми этими уже собранный. Для этого Java же не нужна, чтобы экзешник стартануться. Да, не нужна. Ну, то есть не факт, что только Java нужна для того, чтобы... Нет, если я сейчас удалю отсюда Java, он просто перестанет работать. Потому что, видимо, в скрипте где-то запуска, эксплойт этого, я не знаю, там запуска, указан именно жарфайл запуска, а не экзешник. У тебя же там собрано, рядом лежит прям с артефактами жарник, и экзешник с этими, экзешник с депенденциями, там, экзеффайл. Он же не требует этого окружения, такого, SRE запуска Java для того, чтобы стартануться. Экзешник, наверное, сам к себе так стартует. Экзешник, когда так мало весит, он 3 мегабайта, ты думаешь, он уже со всеми зависимостями там? Ну, он же экзешник, потому что там, конечно, не выругаться не будет, наверное, да? Это же приложение обычное, виндовое. Ну да, он просто запустится, он ничего нам не покажет, потому что там он себе запустит, и все. Так, то есть получается, что нам и как бы не надо обязательно там требования, что должно быть JRE установлено, да? Ну, сам автор вот этого сэмпи говорит, что на компьютере обязательно нужно иметь восьмую яму. Мне кажется, этот джарник просто запакованный, восполняемый, то есть там вряд ли все зависимости, там веса мало слишком. Ну да, у него всего-навсего 3 мегабайта. Нет, ну 3 мегабайта, много логики можно в экзешник запихнуть уже, что угодно. Нет, ты когда вот запускал сам экзешник, он ничего не делает, а когда запускал джавовский файл, он предлагает открыть его через Java. Это логично. Ну, понятно дело, да. Java, он просто говорит, через что запустить, а экзешник сам стартует уже сразу. Он стартовал, где-то он висит. Да, то есть непонятно. Может быть, все-таки не требуется JRE? Ну, автор сам требуется. Ну, можно попробовать прямо сейчас удалить яблочек, допустим, JRE, и посмотреть, что у нас случится. Убей просто процесс. Не, ну, ты сейчас его убиваешь, наверное, у тебя же все равно требует именно сейчас, то есть жарник запускается у тебя в этом с установкой Enrara? Или ты хочешь отдельно попробовать запустить процесс экзешник сам? Да я могу экзешник запустить, потому что сработает. Да, запусти экзешник, и давай попробуем, что он пришлет нам. Вот, допустим, мы запускаем. Допустим, нам нужно набрать... Нет, нет, я в процессе сейчас Java не извертанулся обратно. Сейчас посмотрим. Но она там работала, в списке там была. По-моему, была, да. Да, она в списке выше там была, вот сейчас Java SE. Да, вот она, платформу лагрю. Убей, убей ее нахер. Все прикончили. Так, теперь проверим, сработают ли, да? Нам надо просто 50 символов. Надо запомнить, какие символы вообще. Алексей, ты, в конце концов, расскажешь вообще, как ее можно обнаружить и убрать систему? А он сам еще не решил, как у себя удалить. А антивирусы ее вообще видят какие-нибудь хотя бы? Ну, Windows Defender ее не видел у меня. Windows Defender, это я не знаю, насколько хороший антивирус. Я имею в виду там... Когда-то пользовался Касперским. Но на удивление, по тем источникам, которые мы искали, говорят, что чаще не замечают. Но его установить сложно, только надо прям постараться. Ну, кстати, да, вот мы предъявляем процесс, он перестал присылать, похоже. Похоже, мы спасли дом. Что-то присылает, но... А почему он вообще тебе присылает пустой экран? Ты что-то вводил, кликал мышкой 50 раз? Да, 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 он случайное время кликает. Он не сохраняет тебе определенное окно. Он сохраняет только то, что, допустим... Ну, только то, что он в данный момент 50 символов отработал, он его сохранит. То есть у него нет какого-то поведения, что он там активное окно или еще как-то. Достаточно простая штука. Возможно, кстати, еще скриншоты с веб-камерой. Да, ну тут просто нет веб-камеры в виртуалке. Как ты сидишь и мучаешься, Недя, по-моему. О! Ну, это потому что ты перезапустил приложение. Да, я его сейчас перезапустил. Там, наверное, Java стартанулся. Вон она. Все, прибили, теперь не работает. Ну, я более чем уверен, что теперь не сработает. Ну, вообще, Java так-то для меня этих вещей нужна. Она иногда с какой-нибудь там... Ты ставишь какое-нибудь приложение, давай Java поставим, я иначе работать не буду. Ну, как правило, у меня больше чем уверенно стоит. Я не помню, когда я ее вставил, но она, наверное, есть. Нет, ну, само собой, Java – это нужная вещь, как бы, да, то есть те, кто ей пользуется, она необходима, но если в быту, да, нет нужды, то, как бы, ну, она и не нужна, на самом деле, на компьютере. Это такой железный bulletproof способ обезопаситься. Ну, это как бы от конкретной реализации, давай будем честными. И я уверен, что есть альтернативы. Ну, да, конечно. Это самый простой, самый такой показательный пример. А можно еще, ну, бы узкий вопрос, может быть, немножко не по теме, но в целом про... Ну, допустим, смотришь ты какой-нибудь сериал на каком-нибудь сомнительном сервисе бесплатном, там, какой-нибудь VS, там, видео, ком, ру, уа, в конце. Ну, короче, какой-нибудь сомнительный сайт, и ты смотришь видео, там, посмотрел эту рекламу про 1xbet, причем по груди хрень, и вроде как все запустилось, но у тебя в нижнем левом углу постоянно прыгает процессная какая-то ссылка, либо переписаться, либо что. Что это происходит? Он данный фит собирает, и что это вообще? А там те рекламы, скорее всего, просто накручивают просмотры. Может быть, стримик так реализован, кстати, пускай. Кстати, вопрос. Вместе с созданием этого кода можно установку Java тоже захерачить туда, выбрать просто. Ну, а чего бы нет, он? Суправа в установке. Дефендер рупнется, если ты будешь тут ставить, то я спрашиваю. Но мы на Минрад же я справляем. Если ты ставишь пробу, у тебя админовый дефендер скажет, что, чувак, у тебя должны быть админские права, если у тебя админских прав нет, тебе нужно будет выбрать учетку админа, ввести пароль. Если ты уже админ, то... Нет, это же такая ситуация, как я в Минрад же ставлю то же самое. Тебе просто в Минраду скажет, чувак, если работа нужна Java, поставь мне Java. Я не знаю, как текстовый редактор, или просто проба для просмотра картины, и где не указано, что требуется Java, тебе говорят, что поставь Java, он, наверное, должен вызвать вопрос. Но теперь... Но это опять внимательнее. Сторожи нам скажут, ну раз, надо он поставить, например. А, допустим, символы, которые с клавиатурой мы вводили, они тоже, соответственно, логируются все, да? Да, само собой. Логируются и бэкспейсы, мы тут можем смотреть. И это все подряд. Выводили логин-пароль в сайт, и он, соответственно, тоже попал туда и прислался. Оно так и работает. Они получают вот такие кучи вот просто файлов, и потом их парсят на то, что им они... А нас точно не посадят, если мы это выложим на YouTube? А мы нашли туториал на YouTube, на самом деле. Это открытая информация. Мы используем это для тестирования все. В учебных целях, короче. Мы же на себе же тестим. Мы же ничего не сломываем, нет. Кстати, вот эта функция с записью всех комбинаций раньше была у такой проги, как пункта свитчера от Яндекса. То есть можно включить запись с клавиатуры, и формировался текстовый файл, в котором записывались все клики в клавиатуре, каждый клава. Это, наверное, странный кейс, но если сам себе поставил, а потом кому-то отдал компьютер, то по возвращению компьютера у тебя будет весь список из действий. Это был пункта свитчер, который Яндекс на вас распространялся. Вот у меня такая функция была. А сейчас нет пункта свитчера или ничего? А я, кстати, не знаю. Нет, ну, сам пункт свитчер есть, даже у меня где-то в архивах он лежит с 2000 какого-то там года. Но именно опять сейчас обновление есть у него или нет, я не в курсе. На самом деле, каких-то вариантов взлома их просто тысячи. Мы просто привели один из тысяч примеров, потому что все это рассказать в одном докладе просто нереально. Мы как бы дали пищу для ума, можно погуглить и найти что-то еще. Тем более, очень много источников даже на русском языке, на ютубе. Ну, в случае вот этого кейлогера, скорее всего, здесь серьезная дыра. Это вот в винде, да, там, винопи, который постоянно ивенты шлет системно о том, что нажата та или иная клавиша, нажата то или иное действие произведено. И это винопи, вот с помощью этого винопи перехватывается все это кейлогером. Если бы мы, например, там, сымитировали сами прям непосредственно прерывание в драйвер там и так далее, минуя все это виндовское нажатие, то вряд ли кейлогер что-нибудь перехватил бы в винде. Именно это в винде только работает, видимо, и как раз из-за этого винопи. Винда, на самом деле, вообще кладезь уязвимостей. Они постоянно что-то выкатывают и потом постоянно выкладывают обновления, где их вправить. Ну, с мобилкой еще перехват трафика работает. То есть, особенно, если там пользователь подключился или какой-нибудь фейк-вайфай-сити, там, сломать ее не так сложно. Школьники на ютубе знают как. С мобилками все несколько проще обстоит. То есть, это, да, андрея вы как решили, а вот с андроидом и с тем более, тем более, что все сильно проще. Потому что в андроиде, насколько я знаю, если у ребят мобильщики есть, у меня попали, у них каждое приложение запускается в отдельном, ну, назовем это контейнере. И супбокс. С против того, да. То есть, этому контейнеру, этому сэндбоксу даются определенные разрешения. То есть, к примеру, если ставишь ты какое-то приложение калькулятора, в тех, в каком установке система сама скажет, что это приложение запрашивает разрешение на использование и на использование, там, ну, доступ к телефонной книжке, на доступ, там, еще к всяким вещам, на доступ к камере и так далее. И ты смотришь и понимаешь, что, блин, ну, как бы, наверное, калькулятору нужен доступ к камере. Наверное, ну, что-то не то. Хотя бы ты говоришь, нет, я не хочу это ставить. Ну, а если уж ты разрешил калькулятору доступ к камере, ну, тогда ты сам себе словно буракин. Да-да-да, в андроиде вообще они пошли по тому же пути, как и докер, похоже. Они тоже делают отдельного пользователя для каждого приложения, там, отдельный, по факту, namespace с доступами, и ты не можешь никуда не обратиться, кроме как через службы самой операционной системы. В iOS, и, по-моему, еще даже жестче это все запаковано, там вообще никакого доступа нет по окружению, только если какими-то там URL-ками, либо общим шарингом между конкретными приложениями. Ну, в частности, для нас, мне кажется, это интересно не столько с точки зрения посмотреть, а как можно взломать, а не совершать ошибок в разработке. Потому что вот банальнейшая ошибка, например, за которую прям били по рукам раньше в iOS, это хранение паролей не в кейчейне, а, например, в юзер-дефолт. И за такое, типа, сразу-то чуть, простите, совсем того. И такие ошибки все равно еще могут совершать новички вообще в легкую. Ну да, какие-нибудь есть кейвэй-хранилища в андроиде, рутованные есть андроид. Ну, то есть в открытом доступе, по факту, ты их хранишь в базе дамок, например, не шифрованной базе дамок, по факту. Нет, некоторые заказчики реально требуют, чтобы там, вот, у нас должны соблюдаться такие-таки требуют безопасности. И потом безопасники, видимо, у них как-то проверяют или что. Главных, наверное, уязвимостей – это до сих пор люди, которые делают пароли QWERTY 1, 2, 3, пассворт и так далее. И пока существуют такие пароли, взломать систему... Ну, так же остается легко. Часто роутеры или еще какие-то устройства ставятся, и там остаются дефолтные настройки, типа админный пассворт. У вас же история. Это на местной ассайции. Вышел ипотаж на телеканале, и на записи засветили, экран, то есть у чувака был монитор, и на монитор была наклеена наклейка, ну, стигра там. Закин пассов? Да, там логин пароли. Там целый кирканал взволтали, потом туле щекар, 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 пролезли. Просто засветили пароль. Ну, короче, как всегда, самый опасный во всех системах этот человек, самый надежный взлом – это паяльник. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...